Дальневосточный леопард 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 Котейка, дальневосточный, мощный амбо-тигр, который ходит по долине реки, и совершенно удивительные, элегантные дальневосточные леопарды. Три вида проходных лососевых, удивительные по яркости и красоте гольцы и гальяны, обитающие в ручьях. Совершенно невероятные по виду реликтовые усачи. Он так называется, усачи реликтовые. Мне показали одного, он вот такой, жук вот такого размера, плюс еще и с усами. Удивительно интересное животное. Он не яркий, он коричневый, но при этом он огромный. При этом говорят, что там в Валежниках живут еще реликтовые тараканы, вот этих бы еще посмотреть. К сожалению, я не была в ночное время, очень хочется посмотреть павлини-глазку Артемида, это невероятной красоты бабочка. Эти махаоны мака летают, они яркие, красивые, такие черные с зеленым бабочки, а вот павлини-глазка Артемида, она такая бледно-зеленая, невероятно красивая. Да, очень хочется ее увидеть, как-нибудь найду время, в ночное время посетить кедровую пать, с тем, чтобы посмотреть, что это. Ну, просто удивительное по многообразию место. Тут и жители воды, и жители леса, и жители почвы, яркие тигровые ужи, совершенно ядовитые щитоморники, огромные полозы, сибирский углозуб, говорю, тут невероятно редкая амфибия, которую можно встретить на территории. Ну, то есть, вот это все в одном месте, которое крошечное совсем, потому что территория кедровой пати, это всего лишь 18 тысяч гектаров, то есть, это совсем немного. Получается, что ведь находится на территории земли леопарда, правильно, кедровая пати? Смотрите как, это две, как бы, две разных территории, потому что заповедник и национальный парк, это две разные территории. Да, они совмещены, то есть, граничат между собой, объединены, как бы, общим пространством, но при этом заповедник, это территория, которая, прежде всего, предназначена для ведения наблюдений, научных исследований, отслеживания, каким образом живет и, скажем так, действует природа, если не вмешиваться в ее процессы, потому что мы даже сухостой и валежник там не можем убирать, как раз для того, чтобы вот эти вот все реликтовые тараканы и усачи могли полный цикл развития пройти, а если мы это убираем, то мы отнимаем у них, как бы, место обитания. Национальный парк – это зонированная территория, где есть разные места, места, где сохраняется очень строгий режим заповедный. То есть, никого туда не пропускали? Никого, кроме там ученые, там проводят какие-то свои наблюдения, да, устанавливают фотоловушки с тем, чтобы фиксировать численность и поведение тигров и дальневосточных леопардов, и все. Есть территория хозяйственного использования, да, где возможно, в том числе и для местного населения, сборник растущих растений, грибов, там прогулки какие-то, наблюдения за животными, рекреационная зона, где сейчас мы как раз занимаемся прокладкой экологических троп, где будет вот как раз возможность для местного населения, жителей Хасанского района и всего Приморья, да и всей России, да и всего мира посетить наши уникальные места. Ну и также территория, которая является как бы территорией особой охраны, то есть там как бы осуществляются процессы наблюдения, ну и плюс еще какие-то дополнительные действия, когда мы можем позвать, например, ученых из других учреждений, из других академических, либо образовательных мест, да, с тем, чтобы они могли посмотреть, что тут у нас есть такое интересное, провести какие-то исследования. К слову, мне бы хотелось вот в завершении к разговору о том, насколько уникальна эта природа кедровой паде, вообще нашей тайги. Есть такая притча, я не знаю, слышали вы ее или нет, что когда Бог создавал землю, кусочек нашего края, да, Дальнего Востока остался у него пустым, и у него осталось всего по чуть-чуть. И он вот так взял и бросил, да, и правда же такое ощущение. Ну вот ощущение, да, что при этом как бы невероятная яркость этого всего. Я сама не из Приморья, не из Дальнего Востока, здесь вот еще немножко и будет два года, как здесь живу, и при этом я понимаю, насколько здесь яркая осень. Насколько часто меняется аспект, ну, то есть то, что видит глаз летом, да, сначала цветут одни цветы, потом другие. Удивительно то, что вот даже сейчас, ну, в Центральной России сейчас где-то остались еще какие-то цветущие растения, которые вот, ну, как бы на которые можно посмотреть, но это несравнимо с тем, что есть здесь сейчас. Яркость листьев, например, клён Приречный, это просто что, просто какое-то сумасшествие, вот эта яркость, которая просто вот бьет в глаза, это, и при этом рядом изумрудная зелень, при этом рядом какая-то невероятная палитра желтых оттенков. Это есть везде, но вот яркость, которая присуща Приморским лесам, она, на мой взгляд, ну, она уникальна, даже как-то уникальна, 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 вот тут вот как-то вот... Даже не подберешь, да, и такого слова... К этому всему еще три восклицательных знака в конце. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу, мы прервемся на короткую рекламу, а после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. Кедровая пать Мы знаем, что статистика на сегодняшний день улучшена, есть положительная динамика, популяция растет благодаря вам, специалистам. Так все-таки хочется от вас услышать, каковы на сегодняшний день условия обитания для невосточного леопарда? Ну, как раз вот те кадры, про которые вы говорили, они сняты на территории заповедника Кедровая пать. И на кадрах так называемый нами хозяин Кедровой пади, леопард тайфун, он у нас под 12 номером идет, 12F тайфун. Он невероятно красивое животное. На этих кадрах, то, что вы видели, он как раз сытый, довольный. Это заметно. Видимо, только что покушал, как бы, и ведет себя практически как домашний кот, да, значит, и лапу поднял там, проветрил животик, значит, и полизал мордочку, и встал, и потянулся, и показал, какой он красавец. И как будто специально фотоловушку. Ну, это как бы у нас совершенно замечательные инженеры, которые устанавливают фотоловушки, потому что здесь же не только просто ее установить так, чтобы ее не снесло ветром, дождем, или там не сбили животные, потому что леопарды очень любопытные, они часто подходят и поправляют, да, эти фотоловушки. Он же хозяин. Этим как раз Берри славится тоже красотка, которая живет на территории кедровой поди, она все время как бы горизонт поправляет, что опять ты мне, инженер, горизонт заваливаешь на этой фотоловушке. Вот, фотоловушки устанавливаются так, с тем, чтобы они были именно в тех местах, которые часто посещаются леопардами, либо это тропы, по которым леопарды ходят. И тут получается так, что наши инженеры по видеомониторингу уже становятся совершенно замечательными специалистами в области поведения. То есть вот еще немножко я их заставлю писать статьи и работы по этологии по поведению животных, потому что как бы они четко понимают и четко как бы чуют, где, в каком месте эту фотоловушку стоит установить. И самым важным, как бы, таким фактором в жизни любой дикой кошки, это возможность нормально питаться и иметь спокойные для размножения места. К счастью, за последние годы произошел вот такой серьезный прорыв, и сейчас действительно можно сказать, что для леопардов всегда обитание комфортно. То есть достаточно хорошая кормовая база, это и пятнистые олени, это в летнее время мелкие животные, типа барсуков, енотовидных собак, мышевидных крызунов и всего остального, чем еще могут питаться леопарды. К тому же иногда леопарды рыбку вытаскивают из ручьев и речушек, чтобы разнообразить рацион. Кошки любят рыбу, значит, тут с этим ничего не поделаешь. И при этом радостно то, что вот эта территория тайфуна, кедровая пать, она сейчас не просто вот он один там, а там сейчас у нас три девочки. Это, соответственно, Бэри, у которой четвертый порядковый номер, и две безымянные красавицы, это 73-я и 86-я, да, то есть у этих девочек еще нет имен, нет хранителей, да, которые могли бы дать им имена. Соответственно, как бы у тайфуна достаточно такое приятное женское общество, очень надеюсь, что он будет не только питаться и валяться на диване. И наслаждаться своей красотой, да. Да, значит, вот своей красотой, а займется делом, и на территории кедровой пати будут регулярно появляться котята. Я думаю, что к этому все идет, дай бог. Ну, как бы, лишь бы не зажрался, что он зажрался. Да, точно. А вот вы сказали, что нет, так сказать, покровителей, да, у леопардов, у этих. Как это происходит? Как вы их находите, и, может быть, кто-то захочет стать таким человеком? Смотрите, как, разные ситуации, да. Есть леопарды, у которых совершенно удивительные покровители, да, то есть люди, которые внесли серьезный вклад в развитие благосостояния нашей страны. Это политики, это бизнесмены, это компании, это структуры финансовые, в том числе. И те, кто являются держателями счетов Газпромбанка, они знают, что, как бы, можно получить карточку, пластиковую карточку леопардесса Берри. Там наша красотка как раз снята в совершенно удивительной своей элегантной позе. При этом, как бы, эта организация регулярно отчисляет средства для того, чтобы мы могли проводить биотехнические мероприятия, мероприятия по дооснащению службы охраны, мероприятия, связанные с противопожарной безопасностью кедровой паде и всего национального парка «Земля леопарда». А есть еще более важные для нас люди. Это школьники, простые ребята, которые участвуют в конкурсах, и победители этих конкурсов получают право назвать леопарда именем. Это как единичные, то есть вот один человек, который становится хранителем, так и целые детские коллективы. На мой взгляд, это очень важная и нужная вещь, когда ребята, участвуя в каких-то интересных мероприятиях, улучшают свои знания о родном крае, о животном и растительном мире, и при этом возникает нечто, как бы, какая-то общность. Ну, как бы, и вы, и я когда-то были маленькими девочками, входили в какие-то такие вот группы девчачьи, у которых была какая-то своя общая цель, тайна, еще что-то. Но это по-любому было, да, там, значит, либо в школе, либо там где-то в лагере оздоровительном, да, то есть вот в мое время это еще были пионерские лагеря, да, там обязательно было что-то, что нас объединяло, да, и это вот как раз то, что помогает расти человеку, который любит свой дом, свой населенный пункт, свою страну. Свою природу. Ну, как бы, природа – часть нашего Отечества. Часть нас вообще изначально, и об этом нельзя, конечно же, забывать. Давайте поговорим все-таки и о проблемах, которые, к сожалению, есть, и они достаточно серьезные. Что угрожает дому дальневосточного леопарда, амурского тигра и других замечательных обитательных штегий? Прежде всего, это лесные пожары. Прежде всего, это лесные пожары, самые тяжелые именно в весеннее время, связанные с тем, что до сих пор есть люди, которые без контроля выжигают траву. Мне это, честно говоря, немножко непонятно, потому что тысячу раз объяснялось и показывалось, что нет никакой разницы, трава точно так же растет и на невыжженном. Даже лучше происходит процесс роста. Естественный вообще-то обмен. Да, вообще. Но при этом, как бы, все куда-то спешат, хотят как можно скорее с тем, чтобы увидеть вот эту вот зеленую траву. Вся разница в том, что ее просто быстрее будет видно. Тот же самый скот, который выгоняется на эту новую зеленую травку, он точно так же ее вынет из прошлогодней ветоши. И даже, может быть, эту ветош немножечко подъест, с тем, чтобы как бы, ну... Улучшить пищеварение. В том числе и улучшить пищеварение. Почему это происходит? Почему до сих пор есть люди, которые в том числе и сами себя ставят в ситуации достаточно неприятные, а то и угрожающие жизни, мне непонятно. Но, тем не менее, из года в год весной начинаются пожары, и служба охраны, служба лесотехническая просто как бы вооружается воздуходувками, граблями, лопатами, ранцами с водой, с тем, чтобы просто защитить дом Леопарда от огня. К счастью, в этом году кедровая пасть не горела, огонь был остановлен. Но, тем не менее, в нескольких местах мы не смогли остановить огонь на границе национального парка и были вынуждены тушить огонь уже на нашей территории. Думаю, что с этой осени и будущей весны мы будем принимать просто более жесткие меры. И, соответственно, я просто предупреждаю сейчас всех, это как бы мое предупреждение достаточно серьезное, главы сельских поселений, сельхозпользователи, которые не следят за тем, что у них зарастают земли, которые не используют землю для того, чтобы выращивать сельскохозяйственную продукцию, а создают угрозу для населения и, скажем так, для отчизны нашей, мы поняли, каким образом сейчас мы будем вас, уважаемые товарищи, преследовать, и ни одно возгорание ненаказанным не останется. Я все сказала здесь. Абсолютно, я думаю, правильно это, и объективно, и действительно, я не понимаю уже тех людей, которые зачем-то выжигают эту траву, и более того, совершенно нам всем непонятно действия людей, когда они приходят насладиться, так сказать, природой, и эту же самую природу мало того, что, извините, просто все оставляют, вот все, что они покушали, под собой, так еще и потом не тушат костры, и это же тоже причина пожара. Насколько мне известно, в ближайшем будущем планируют и здесь ужесточить тем самым посещаемость, насколько я знаю территории. Смотрите, есть законодательные нормы, которые преследуют запад сжигания травы, а что касается посещения, то все местные жители получают бесплатный пропуск на территорию в рекреационные и зоны хозяйственного назначения, потому что люди привыкли жить, мы не можем ломать традиционный уклад. Единственное, что запрещена всяческая охота и нахождение с оружием на территории национального парка. Про заповедник тут вообще никакой речи, а там в принципе это невозможно. Нахождение любых людей, которые не сопровождаются, предположим, сотрудникам, потому что у нас есть ученые, которые приезжают с тем, чтобы что-то изучить, есть очень немного, мы вынуждены ограничивать количество людей, которые посещают кедровую пать, именно в связи с эталонностью этой территории, но небольшое количество людей мы можем показать, чтобы люди могли увидеть, насколько здесь великолепная природа. Значит, если же это приезжие из других регионов, не из Приморья, да, то, соответственно, эти люди, как бы мы берем входную плату, сейчас она порядка, боюсь сейчас ошибиться, потому что сейчас как раз у нас перемена была 190 рублей. Я не думаю, что это какие-то большие деньги за возможность увидеть и прикоснуться к уникальной природе. К реликтовой. Давайте поговорим как раз об экологическом туризме. Он сегодня очень развивается, и это же здорово. Да, это здорово, потому что мы даже сейчас продумали, каким образом мы можем показывать, с тем, чтобы, во-первых, обеспечить безопасность тех, кто посещает национальный парк, потому как, ну, у нас 30 взрослых тигров ходят по территории, да, и это как бы определенные... Это так-то все и просто, да. ...определенные, как бы, необходимо определенные меры безопасности принимать. С другой стороны, места, которые мы могли бы показывать, не создавая помехи для лесных жителей, и, как бы, чтобы и людям было интересно, и с тем, чтобы и животные от этого не страдали. Более того, я пошутила в одной из программ телевизионных, что, как бы, экологический туризм обеспечивает развлечения не только для людей, но и для леопардов, да, и кто-то там сказал, вот там, как бы, ну, нашлась шутница, но это действительно так. Тропа, которая у нас называется к логову леопарда, она регулярно после прохождения групп проверяется леопардами, все ли в порядке. А есть ведь даже видео, я помню, смонтированное, где пещера, такая каменная группа людей, потом раз, смонтирована, и тут же уже леопард исследует. Просто леопарды приходят и проверяют, какие запахи, что здесь было, как бы, ну, это... Точно, как домашняя кошка. Точно, как домашняя кошка. Кто здесь был, так, это моя территория, так, все ли на месте. Проверить, положить на место. Проверить, переметить, да, значит, если это мальчик, да, соответственно, кто тут оставил свои запахи, здесь может быть только мой запах, да, ну, грубо говоря, как они иногда бывают, там, как бы... Угу. Это мое? Угу. Абсолютно узнаваемо, я думаю, для всех, у кого есть домашние кошки. И это нормально, абсолютно нормально, то, что вы сказали. Конечно, им интересно, они же любопытные животные. Тем более, что за счет того, что леопарды – это очень хорошие, ну, скажем так, гимнасты, они очень легко взбираются на кроны деревьев, то очень возможно, что во время какой-то из экскурсий не только люди наблюдают за природой, но и леопарды наблюдают за людьми, потому что, ну, невероятно... Он никогда не видел. ...невероятно любопытные кошки. Вообще очень интересно, и это такое для нас, во всяком случае, для телевизионщиков, которые постоянно работают с вашими видеосъемками, спасибо вам за них большое. Для нас это всегда такое доброе, доброе, хорошее, правильное реалити-шоу, потому что мы с удовольствием смотрим новые видео, которые появляются, да, этой нашей семьи дальневосточных леопардов. А, слава богу, большой. Замечательно, что появилась новая техника, которая позволяет дать вот такое определенное качество. Если вспомнить, с чего все начиналось, с каких-то старых простеньких фотоаппаратов, которые срабатывали от того, что там леопард наступил на проволочку или там спустил пусковой крючок до сейчас суперсовременных датчиков движения, невероятный прогресс и возможность подсматривать за их личной жизнью и понимать, что нам нужно сделать еще, чтобы им жилось комфортнее и популяция продолжала расти. Я думаю, я уверена и я надеюсь, что наши телезрители тоже это понимают и будут оказывать всяческое содействие, и детей правильно воспитывать, и себя воспитывать, и не оставлять за собой мусор, не сжечь траву и так далее, и так далее. У нас остается буквально минутка, и мне бы хотелось, чтобы напоследок вы поздравили своих коллег, да и всех жителей Приморского края с таким замечательным праздником, со столетием Кедровой Паде. Да, действительно, это дата. В польской традиции, почему я говорю про польскую традицию, я хочу как бы опять вернуться на минутку к пану Теодору Градецкому, который стал инициатором создания Кедровой Паде. Есть поздравления, дню рожденого, в день рождения, когда говорят 100 лет, живи нам 100 лет, живи 100 лет. Сейчас есть возможность пожелать, живи 200 лет Кедровой Паде, живи 1000 лет. Я поздравляю своих коллег, весь коллектив ФГБУ «Земля леопарда», всех неравнодушных людей, живущих в Хасанском районе, в Приморье и во всей России с тем, что вот уже 100 лет существует и не меняется, внешне не меняется такая замечательная территория, как Кедровая Паде. Пусть живет 200 лет. Я возьму на себя ответственность от лица всех жителей края, Дальнего Востока, даже страны. Наверное, скажу вам большое спасибо за то, что вы делаете. Я желаю вам развития и желаю только увеличения популяции леопардов, тигров, да и всех обитателей Кедровой Паде. Спасибо вам за этот разговор. Вам спасибо, всего доброго. Спасибо. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на восьмом.